страшная примета это когда черный кот разбивает зеркало бабой с пустым ведром а у спортсменов много страшных примет потому то в спорте и бывает много неудач приветствую вас мощные кулаки сороконожки с вами федорович а в этом видео мы посмотрим на редкие моменты когда бойцы сами решали что победили и праздновали победу хотя рефери с ними были не согласны на лице по утрам румянец от свежести а по вечерам от пива а вот у бойцов румянец бывает от стыда ну прямо как у скота хоупа который пробил отличную двойку после которой его соперник рухнула канвас скотт конечно же решил что каждый его удар это нокаут и начал праздновать победу да вот только беда была в том что это не бокс а мм и поэтому рефери не стал отчитывать лежащему бойцу отдал возможность встать и броситься в атаку хорошо что у скота прекрасные рефлексы и он сразу сориентировался в ситуации и доделал дело сначала попыткой задушить а потом добил бывает смотришь в зеркало и все больше веришь в теорию дарвина а когда смотришь на таких гориллообразных бойцов как наш хусама паларес вообще уходят все сомнения паларес отлично всадил хайкик после которого миллер упал в нокдаун а мощно руки хусама начал его добивать но вот беда в том что он сам решил как будто его пять ударов достаточно и можно объявлять себя победителем поэтому он как горилла ломающая пальмы побежал карабкаться на клетку чтобы отпраздновать победу но рефери быстренько прервал его победный клич и сказал что бой не был остановлен и нужно продолжать кстати в одном из последующих моментов миллер отлично пробил апперкот и отправил палареса в стоячий нокдаун таким образом чуть не наказав за преждевременную радость но все-таки единогласным решением победу отдали паларесу бывает появится свет в конце туннеля а вот сука сам-то туннель никак не заканчивается также было и в бою сильвы против биспинга который кстати биспинг выиграл судейским решением но до этого именно сильва успел отпраздновать победу как да просто в конце последнего раунда биспинг обратился к рефери сигнализируя что у него выпало изо рта капа силва же решил воспользоваться этой ситуации и пробил в прыжке красивенное колено отправив биспинга на канвас но вот добивать он его не стал самостоятельно решив что этого достаточно тем временем прозвучал гонг об окончании боя рефери решил что нокаута не было а значит и досрочной остановки тоже поэтому объявил что будет судейское решение которое и было единогласным только в пользу биспинга упущенная рыба всегда кажется крупной а упущенная победа всегда обидной в этом поединке зрители увидели очень редкий момент глупости которая наверное происходит после пропущенных десятков ударов за 10 секунд до конца раунда звучит сигнал который корея почему-то приняла за конец раунда отчего пожала перчатки развернулась и пошла в свой угол но кианза восприняла это как отличный шанс для парочки неожиданных ударов сзади который воплотила в жизнь нокаута не получилось но бой судейским решением она выиграла чтобы начать с нуля нему еще нужно добраться а чтобы одержать победу нужно дождаться решения рэфа но родригес своем поединке против рибас решила что сама может определять когда она побеждает конечно момент не совсем однозначный ведь она отправила рибас в нокдаун затем начала жестко добивать а рэфери подошел вплотную как будто хотел остановить бой но этого не сделал в это время родригес прекратила удары и пошла праздновать победу пока рэф не крикнул что бой продолжается но этот бой она все равно забрала в свою копилку разница между ложью и правдой в том что уже много обликов а у правды один а разница между победой и поражением в количестве выпитого после боя вообще нет а зулузинью после этого поединка выпил немало особенно запевая пельмехи после двойной победы мужик отлично пробил руками и уронил соперника после чего рэфери бросился останавливать бой конечно же бегемотик подумал что победил досрочно и полной радости решил отпраздновать победу но не вылезая на клетку как это делают дрыщи а по-нормальному лежа на полу вот только потом оказался маленький нюанс рэфери остановил бой потому что был гонг об окончании раунда а не из-за нокаута но бой все равно бразилец выиграл одного полковника поздравляют а тысячи солдат в земле также и с бойцами зрители радуются одной победе а тысячи часов зале не видят мощная крис сайборг в середине второго раунда провела отличную серию руками и отправила шейн на канвас вот только перепутала виды спорта и не стала ее добивать а сразу побежала праздновать победу и передавать привет всем кто за нее болел бедный рэфери уже устал кричать и звать сайборг продолжить бой пока то было в эйфории а когда до нее дошло что происходит удивлению не было предела ну а тем временем шейн нормально отдохнула и восстановилась хотя и это все равно не помогло и бой она проиграла труднее всего человеку дается то что дается не ему особенно победа а вот шону амели в своих поединках всегда удается шоу середине второго раунда он пробил жесткий хайкик после которого добавил левый крюк чего вполне хватило алмейде чтобы поплыть и упасть но рефери не стал останавливать поединок требуя кровавого окончания и жестокого добивания амели это конечно удивило но он продолжил бой правда ненадолго ведь уже через минуту в очередной развязки момента алмейда снова оказался на канвасе а шон в этот раз показательно для рефери очень жестко добил соперника мечта врачей чтобы бедные не болели а богатые не выздоравливали а мечта бойца чтобы победу присуждали когда он сам так решит прямо как карлайл у мужика была отличная позиция он добивал соперника но потом абсолютно непонятно по какой причине просто опустил руки и пошел к сетке чем с удовольствием воспользовался к варантильо и набросился на идущего потеряшку со спины правда окончательного успеха это не принесло но ход поединка переломила по итогу боя именно к варантильо который лежал на спине и мог быть уничтоженным одержал победу судейским решением а вот карлайл еще долго будет заливать этот проигрыш в кабаках подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соц сетях а в коментах напишите про свои преждевременные празднования а если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках как бы не отходим этого образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно по драко 1 до дистанции вырывает мучиться это мучиться выливаю голос то есть вот так вот это выглядит обмазывающий сильный атака слева атака справа атака слева атака справа наше упражнение наше упражнение секретный комплекс упражнений по медитации старайтесь эти упражнения значит не светить нигде атака но что а и а и и и и и и Продолжение следует...